Ответ на вопрос, будет ли все-таки затоплена и ликвидирована шахта имени Ткачука, жители поселка Взуевка и Горная уже знают наверняка. Как бы категорически не был настроен народ, ответ один – денег нет даже на поддержание водоотлива. Разработка проекта по ликвидации шахты идет уже давно. Но прежде чем государственная экологическая экспертиза примет окончательное решение, должны быть проведены публичные слушания. Прошли они вчера в Зуевском ДК. Местная общественность пребывала в, мягко говоря, возбужденном состоянии и представителя генерального проектировщика просто-таки засыпали вопросами. Без эмоций, которые порой били через край на публичных слушаниях по поводу ликвидации шахты имени Ткачука, вчера, конечно, не обошлось. Заслушав доклад главного инженера проекта ликвидации Геннадия Ещенко, представители общественности сразу начали задавать вопросы. Будет ли выходить газ, когда вода начнет подниматься? А если да, то куда он пойдет? Разработан ли план действий на случай обнаружения газа и находятся ли в опасной зоне жилые дома? Эти участки и сейчас есть. То есть эти участки, они и сейчас угрожаемые. Это, значит, что это за участки? Это выхода старых горных выработок на поверхность. То есть эти выхода, к сожалению, есть и в огородах у людей. То есть так вот построены. И эти участки и сейчас угрожаемые. Просто при поднятии воды какой-то период возможен увеличение выхода этого газа. Жители поселка и бывшие работники шахты Ткачука сомневаются в том, что в представленном проекте рассчитаны все риски и предусмотрены тонкости, связанные со сложным расположением горных выработок бывшей шахты «Коммунист». А в ней 70 выработок. Около 200% этих скважин пробурено. Это нужно было все учесть в тот проект и знать. Вы знаете, что такое скважина? Через эти скважины я лично занимался дегазацией шахты. Дегазацию отработки лав. Сколько газа шло? Можно было топить город Харциск. Столько газа метана шло. И вдруг закрывают. И вдруг это все прекращают. И никто не знает за эти скважины, как они тампонировались. Как может подойти вода и выжать газ этот и выстрелить потом. И гейзер будет метров на сто. Это уже случай был такой. Мы потом ее закрывали. Понимаете, эту скважину. Через эти скважины качали. А то весь, все до медвежка, здесь все побурено в скважинах, качалось газ. И никто не знает проекту. Идет. Да. Никто не знает. Проекты нету эти скважины. Вопросы были и у руководства Республиканского ландшафтного парка, на территории которого также есть зоны возможного выхода газа. Скажется ли затопление шахты на экологической составляющей рекреационных зон? Вопросов много, ответов мало. Проект, впрочем, еще не прошел все согласования. Никто не просчитал риски. И никто не ответит на сто процентов, какие риски ждут зоевчан с газом и водой. Я уверен, ни один сегодня, и вы в том числе, не можете сказать. Все это теория от воды. Там может выйти, там может выйти. В некоторых местах будет сосредоточена большая концентрация газа. Где это может быть? Никто не ответит. Тысячи людей под риском поселка, уникального поселка, с уникальным парком. Все в теории и так знаете как, ну в общем. Для поддержания водоотлива по подсчетам руководства шахте необходимо порядка 8 миллионов рублей в месяц. Это не подъемная сумма для шахты, а инвесторов, чтобы восстановить угледобычу, на предприятии нет. Конечно, чувствую боль жителей, трудящихся этой шахтой. Ну, вам внятно и сказали. Предприятие, прежде чем закрыть, было выполнено технико-экономическое обоснование целесообразности содержания этой шахты. И после этого только родился проект на ликвидацию. Тем не менее, и без согласований шахта уже по факту затопляется за счет естественного водопритока. Согласно приказу министра угля и энергетики ДНР, 5 сентября 2017 года подземный водоотлив на шахте имени Ткачука был остановлен. Моё предложение такое – отказать. Остальные как поддержат и все. Мы не согласовываем. И не надо вот этих длинных стихов не будем слушать. Вам нужно сейчас решение нашего собрания. Вот мы его, сейчас предложение вот такое – проголосовать, не согласовывать проект. На сегодняшний день ясно одно – местная общественность настроена против затопления шахты. Все предложения и замечания участников слушаний были внесены протокол, который будет направлен в Государственную экологическую комиссию. Мы можем сейчас задавать вопросы, два. Мы все прекрасно понимаем. То есть я считаю так, Виктор Степанович, все мнения людей, которые высказывали, должны быть учены, описаны и переданы в соответствующие инстанции.